Ребята, всем привет, и с вами Арчи, и это 15 выпуск похождений лысого и злого Николая Баскова и уже его семьи. Этот выпуск вряд ли получится таким же длинным по времени, как и все предыдущие, потому что моё горло мне периодически напоминает о том, что говорить мне нужно как можно меньше. Да, я немножечко простыл, поэтому сегодня я просто покажу вам наш новый дом, то как я его оформил, если это можно сказать. Внутри. Ну и вообще, попробуем посмотреть, что там и как. Давайте же заглянем внутрь. Та-дам! Все спят. Все спят, потому что у них был тяжёлый день, день переезда. Все дрыхнут. Так, давайте посмотрим комнаты, пройдёмся по комнатам. Напомню, я должен был уложиться в 16 тысяч местных рублей для того, чтобы, ну как-то существовать в этом новом доме и по минимуму удовлетворять потребности своих симов. Итак, вот она детская. Спит наш Олег. Я купил, значит, ему, естественно, компьютер, парочку игрушек, довольно удобный стул и какую-то штуковину для проведения химических опытов, потому что он у нас гений. И ему это нужно, ему это нужно. Я надеюсь, он будет пользоваться частенько этой штукой. Дальше. Туалет, ванная. Даже душевая кабина. Всё довольно прилично. Коврик инь-янь на полу. По-моему, он отлично сюда вписался. Так, спальня. Спальня в светлых тонах. Скорее всего, её оформляла жена Коляна, потому что Коля оформил бы её гораздо более мрачно, как мне кажется. Ну, а, кухня, кухня. Вот такая вот кухонка, скромненькая. Денег у нас, напомню, мало. Ну и последняя комната, это комната сестры нашей жены. Да, Татьяны Сидоровой. Я выделил ей вот такую вот коморку, крохотную, которую вообще никак не обставил. Ну, не хватило денег. Хватило денег только на лампу для неё, по-моему. Или даже на лампу не хватило. Лампа есть? Да, лампа есть, вот она. Так что вот она тут в спартанских условиях существует и живёт. Так, а Коля уже попёрз за компьютер, а? Ребёнок спит, а он... А он играет в футбол. Фифу, наверное, пятнадцатую. Так. Вот, ну и как видите, у нас остались ещё две пустые комнаты. Причём одна из них абсолютно, вон, какая огроменная и здоровая, а вторая чуть поменьше. Ну, вот сюда я хочу впендюрить телевизор, когда будут деньги, и сделать что-то типа маленького, уютненького кинотеатрика. Коля, чё ты делаешь там, а? Взял все игрушки со стола, поскидывал в ящик. Кто просил? Ах, да, и самое главное, у нас есть целая барная стойка, причём не дешёвая, на кухне. По-моему, это шикарно. А, ну и, кстати, ещё мне хватило денег на гриль, на самый дешёвый, но какой-никакой гриль. Ну, и лавочка тут вот такая вот, со столиком. В общем, такая вот интересная получилась, как мне кажется, обстановочка. Ну, и кроме того, я, по просьбам трудящихся, переодел некоторых симов. Кроме Коли, конечно, Колину одежду я трогать не стал, потому что, ну, это классика, его майка. Это на все времена майка. Она просто не подвергается старению, износу, и Коля будет в ней ходить до самой своей старости старой. Так, давайте посмотрим на состояние наших симов. А, и да, и, кстати, сестру, жены, я не только переодел, я изменил ей прическу, и теперь она даже стала похожа на человека. Да, и в новой одежде она тоже стала похожа на человека. Была не очень как-то, честно, да. Так, а у Коли достигнут четвёртый уровень в навыке видеоигр. Казалось бы, нафиг он ему нужен, но... Развлечений, кстати, у нас дома не так уж много, телевизора нету, поэтому Коля, наверное, будет частенько занимать комп своего ребёнка. Так, ну ладно, давайте кого-нибудь уже разбудим. Кто из них лучше всего выспался? Так, Полина вроде бы. Ну, все выспались нормально, ладно, давайте начнём с её сестры. Танюш, подъём! Ты будешь готовить у нас сейчас? Так, нет, эту одежду я не трогал. С этой одеждой я ничего не делал. Какая оригинальная пижамка. Так, ладно, переодеваться. Мы можем на месте, да? Обычная одежда. Стоять, стоять, стоять! Да, вот, как-то так она выглядит. Эээ, серьёзно. Типа, офисный работник. Ладно, давай, иди, офисный работник, готовь на всех. Макароны с сыром. Кстати, я завидую... Я завидую крепости сна нашего Олега. Он даже не проснулся. Хотя Коля мало того, что играл, он ещё и разговаривал. Мне показалось ли, она как-то странно посмотрела. Отлично. У неё только навык кулинарии первого уровня. Сейчас сгорит ещё всё. Так, сигнализацию-то я повесил. Ничего не видно. Ой. Да, сигнализацию я повесил. Коля. Так, а кстати, по работе нам нужно... Так, обчистить карманы, карманы. Боже мой. Ну ладно. Будем тогда... У своих родственников их чистить. Раз другие с нами не хотят обниматься. Так, отлично. Подъём, 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 подъём. Нам уже сделали... Поесть. Давай сменим одежду. В туалет потом сходишь, ничего. Да, вот такую одежду я не стал делать ей... Эээ... Всякие юбки. Потому что, ну... Ну, мне кажется, так лучше. Полина жизнерадостный персонаж. Чаще находится в состоянии счастья. Отлично. Так, иди кушай. Вот, ну и осталось, кстати, у меня всего... 415 местных рублей. Много это или мало, ну... Вроде бы всё необходимое я прикупил. Так что... Наверное, хватит. Вот только один туалет и ванная меня смущает. На 4 человека. Все будут ходить по очереди, хватит ли. Всем, так сказать, времени и места. Если все разом захотят, это может плохо кончиться. Так. После, значит, в туалетик. Так, что у нас с работой? Работа через 8 часов. Второй уровень навыка обаяния. Ах, вот оно что. Я, по-моему, не купил зеркало. Зеркало. Я совсем забыл про зеркало. Зеркала нету? Зеркала нету. Сейчас купим зеркало. В доме ни одного зеркала. Ужас! Как девушки-то будут жить? Непонятно. Так, ванная. Зеркала. Так, так. Ну, давайте. Вот это вроде бы ничего. Подойдет? Вполне, я думаю. Так, иди тренируй. Речь. Коля. Что за привычка дремать? Почему нельзя лечь под одеяло? А, и кстати, иди-ка поешь сначала, дорогой. Нет, вот видите, она почему-то не хочет заходить в туалет. Стесняется. Почему стесняется? Это же всего лишь твоя сестра. Ну, иди репетируй речь. Спрятаться ото всех. Я проглядел, она что ли пыталась зайти в туалет и увидела там свою сестру? Иначе почему еще у нее такое смущение? Так, малой. А, малой встал, малой встал. Он тоже хочет ужасно в туалет. Но он сел. Чтобы пообщаться с батей. Правильно. Это важнее туалета. Он у нас в пижаме пока что. Я тоже его переодел. Смотрите, поближе сел. Какой молодец. А, ну да, прическу вот я ему изменил. Это уже видно. Была она какая-то уж слишком плоская. Так, ну-ка, ребенок. Будет стесняться? Так, пока он уперся в свою... Тетю. Так, тетя, давай, уходи. Нет. Ну почему? Я как-то думал, они не будут друг друга стесняться. И может один быть в туалете, второй в душе, а третий в ванной. Блин. Как-то это я не продумал. Хоть действительно второй туалет строй. Так, вот, молодец, молодец. Пошла в свою кровать. Так, возьмем еду. А, нет, давайте переоденемся. Ох, черт, ребенок. Ребенок воняет, как его отец. Это частенько делал. Так, ладно, давайте сменим одежду. Да, вот такой вот моднявый пот. Ну давайте, я не знаю, в ванну пойдем или что? Или поедим сначала. Еда не испортится? А, нет, не испортится. Давайте в ванну. Освежающий душ. Он сам умеет душем-то пользоваться? Умеет. Еще как. Так, девушка, девушка, вы зря, вообще-то... Что она там делает? А, она уже не спит. Давай-ка дуй в ванную. И репетируй речь. Так, женатики наши общаются. Коля хочет спать и на работу чир... А, фу. Я уж испугался. Через два дня. Мне показалось, через два часа. Что? А, даже когда он в душе, ты стесняешься это делать. О боже мой, как все плохо. Так, ребенок. Через пять часов, через пять часов уже в школу. Ужас-то какой. Так, а что у нас с карьерой? Пойти в школу в возбужденном состоянии и повысить два навыка до четвертого уровня. Так, а какие у нас есть вообще навыки? Ой. Так, интеллект, моторика, общение и творческие. Хорошо. Хорошо. Будем повышать, скорее всего, мы интеллект и моторику. Мне кажется, гению... Будущему... Это больше всего понадобится. О, обнимашки с мамулей. Как мило. Он типа встал и позвал ее Мамуль, посиди со мной, пока я ем. Поразвлекай меня. Звонить кому-нибудь по телефону. Смущение. Что вы там такого... Смущенного-то, я не понимаю. Скоро уже на работу. Нет, вот Коля опять лежит, не под одеялом, а? Ну, что за настырный тип? Причем тоже грязный тип уже практически. Блин, что-то мне подсказывает, надо будет действительно строить второй туалет. Потому что... Потому что это не дело. Так. Ты покушал? Покушал, молодец. Давай пойдем похимичим. Все, хватит. Не надо больше там есть, доедать. Мне интересно, что это за штуковина. И что можно с ней делать? Может, зелье молодости еще одно изобретет? Чтобы Коля не старел. Навык интеллекта. Отлично, отлично, отлично. Нет, ну конечно, навыки нам предлагают до четвертого уровня прокачать. Аж две штуки. Ужас. Так, мамашка пришла опять в контакте сидеть. Ох, ё-моё. Главное, чтобы тут ничего не взорвалось. Я вот не знаю, сигнализацию сюда нужно устанавливать противопожарную или нет. Надеюсь, не шиндарахнет, ничего тут. Ах, это микроскоп! Я даже не понял, что это микроскоп сначала. Усильно он как-то непривычно выглядит. Для меня. Так, отлично. Полина получила второй уровень навыка обаяния. Почитать что-нибудь. И вот еще одна проблема. У нас нету книг. Я об этом только сейчас вспомнил. По-моему, я не купил ни книжный шкаф, ни книжную полку, ничего подобного. Это, конечно же, очень плохо. Так, где они могут быть? Наверное... Нет, не в столовой. В кабинете, да? Книжные полки. Есть что-нибудь дешевенькое? Да, вот, отлично. Книжный шкаф, детский. А нет, вот давайте-ка вот такую штуку действительно лучше купим. Мне почему-то... Больше она нравится. Вот сюда, если мы повесим. Выше нельзя, что ли? Вот сюда, если мы ее повесим. Сможет до нее добраться, нет? Наш юный гений. Давай, почитай что-нибудь. Может, отлично. Так, Полина пошла бухать. Действительно. Пять часов утра самое время накатить. Почему бы и нет? Раз стоит барная стойка, грех ею не пользоваться. Так, что такое? Почему смущен? Ага, что он тоже зашел? Я все проглядываю. Он тоже зашел в ванную и увидел Коляна? Ну, я понимаю, это шок, да. Давайте спрячемся ото всех. Такое не каждый может пережить. Такое ужасное зрелище. Ох, фу, гадость. Нет, надо что-то думать со вторым туалетом. И второй ванной. Прячься, 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 дружище. Я тебя очень понимаю. Что, спрятался уже, что ли? Как-то быстро ты... Рассматривать телескоп. То есть небо в телескоп. Телескоп я тоже не купил, я не знал, что ему это понадобится. Опыты проводи, опыты. Будешь химиком, физиком, теоретиком, ядерщиком. Так, Николай с Полиной хорошие друзья. Отлично, мы подружились со своей женой. Мне кажется, это хорошая новость. Так, Полине, что, мы не будем искать работу? Будет домохозяйкой у нас? Что ли? Купить мольберт хочет? Ну мало ли. Я тоже чего много хочу. Хвастаться мускулами перед кем-либо. Давай-ка, ну-ка, перед Колей. Покажи этому дрыщу. Вот так вот. Страшно, да. Понимаю. Дерзко заигрывать с кем-нибудь? Ну-ка. Нет. Предлагает Коле авантюру. Да, Полина сидит и накатывает себе хороший какой-то вот напиток. Татьяна узнаёт, что Николай обладает чертой характера безумный. Да, Татьяна, он такой. Осторожнее с ним. Так, 7 утра уже. Усталые люди бредут на работу. А наш Олег должен быть в школе уже через час. Что насчёт сестры жены, которую я называю сестерой жены. Татьяна, надо запомнить её имя. Так, Танюшки тоже скоро на работу. Пока беседуют... За обеденным столом. Так, ну что? Ты не химичишь уже, что ли? Или химичишь? Хотя бы до уровня второго прокачал бы уже навык, что ли. Пока взрослые там разговаривают о своём. Троечник. Ну, троечник. Ужас какой. Так, рассказать анекдот. Нет, давайте-ка мы расскажем анекдот. Лучше. И может быть нам удастся пойти в школу в возбуждённом состоянии. Ну что? Что вы не обращаете внимания на ребёнка? Так, давайте вот так вот. Рассказать анекдот про какую-то там мерзкую еду. Так. Отлично. Ну что, у нас возбуждённое состояние, нет? Похоже, что нет. Хорошо, ладно. Чёрт с вами. Не хотите давать ребёнку возбуждённое состояние и смеяться над его анекдотами? Как хотите. Да, и в школу мы отправились, как и все симы. В четвёртой части, просто телепортировавшись туда. Никакого автобуса, ничего. Коля, что ты смеёшься? Что ты смеёшься? Что ты там пишешь? Я даже не хочу знать, что он там пишет. Так. Когда там на работу нам? Уже скоро, 22 минуты. А тем временем, у нас не осталось бодрости и гигиены. Ужас. Давайте хоть душ примем. Так, а мы там как долго на ней будем? С 9 утра до 17? Ох, 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 довольно долго. Что-то мне подсказывает, что бодрость наша конь... Коля, куда пошёл? Фух ты. Я думал, он в ванную. Коля пошёл спать. Господи, Полина опять пошла бухать. Да. Что-то мне подсказывает, что это... Так, по-моему, она мимо налила, нет? Ну, а что делать ещё девушке дома? Когда у неё нет работы. Ребёнок в школе. Дома чисто пока ещё. Конечно же, бухать. Так, нас уже приглашают на работу. Танюша, давай, домывайся. Всё, отлично. Мне кажется, мы выглядим довольно-таки... Строго и стильно для массовика-затейника. Пора уже нам на какую-то более... Серьёзную должность переходить. Навыки я прокачал. Так, Полина. Ну, главное, сделала коктейль и её ставила. Он же денег стоит. Коля под одеялом спит. Хорошо. Ну ладно, наверное, я думаю, мы на этом закончим. Такую пятнадцатую даже не серию, а коротенькое знакомство с новым домом. Я надеюсь, он получился довольно пригодным для жизни и существования трёх взрослых и одного ребёнка. Ну, за исключением туалета, да, которого маловато на четверых, маловато. Хоть покупай ещё один унитаз и ставь, не знаю, его вот в комнату Татьяны. Я думаю, она этому не обрадуется. Но мы рассмотрим этот вариант. Ну, а в следующей серии будем продвигать по карьерной лестнице нашу Татьяну, развивать навыки Олега, ну и грабить людей нашим отцом семейства, чтобы тоже хоть как-то его по карьерной лестнице продвинуть, а то застоялся он, застоялся. Как обычно, не забудьте жмякнуть лайк, если вам понравилось новое родовое гнездо семейства Басковых. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии. И всем пока-пока. С вами был Эрчи.